Братья и сёстры, всех приветствую! Вы знаете, когда мы с вами читаем Библию, мы стараемся приложить все усилия для того, чтобы попытаться понять эту книгу лучше. Друзья, для понимания библейского текста, знаете, что бывает полезным? Бывает очень-очень полезным знакомство с автором. Ну вот, насколько возможно, вот, прочитать так, чтобы познакомиться с тем, кто написал ту или иную книгу Библии. Конечно, не всегда мы можем с вами узнать многое об авторе или вот о жизни автора, однако вот иногда вот эти маленькие детали повествования открывают для нас очень-очень богатый образ не только вот героев Библии, но и очень богатый образ людей, которые писали нам об этих героях Библии. А вот мое желание сегодня напомнить вам фрагмент истории израильского народа, вот на который мы посмотрим глазами одного из пророков Ветхого Завета. То есть, вы знаете, вот так вот Библия наша с вами идет. У нас есть, к примеру, книги царств, где вот исторически показана жизнь израильского народа. И вот затем иногда вот в книгах-пророках мы с вами можем прочитать, друзья, толкование этих событий, что, я опять думаю, немаловажно, особенно вот для нас, когда мы с вами живем в таком мире, и столько событий происходит вокруг нас, мы очень много знаем, но вот очень-очень мало вот таких людей, здравых людей, которые правильно могли бы сделать какой-то анализ, друзья, истолковать эти события. Вот история израильского народа, вот четыре книги царств, друзья, это повествование. Но вот иногда, вот читая книги пророков, друзья, мы видим вот божественный взгляд на то, что происходило. То есть Бог открывал людям, вот что происходит, отвечал на вопросы, которые могли быть у этих людей. Итак, друзья, вот события, которыми заканчиваются книги царств, четыре книги царств. А именно, это трагедия изгнания израильского народа в Вавилон, это падение Иерусалима, это переселение в Вавилон, друзья. И вот эта вот трагедия, о которой пишут книги царств, знаете, вот она стала кульминацией целого ряда вот следующих исторических событий. Но если вы помните, вот одно из самых страшных отступничеств, которое произошло в израильском народе, это отступничество при царе Монаси, после которого приходит очень благочестивый царь, царь Иосия. Он всеми силами предпринимает попытку масштабных религиозных реформ. Друзья, начинается ремонт храма, они находят книгу закона, читают эту книгу закона, обновляется завет, празднуется Пасха, и затем Иосия внезапно умирает. Друзья, вот после смерти Иосии, после смерти благочестивого царя Иосии, вот представьте себе, в течение, ну, немножко больше, чем десяти лет, иудеи увидят четыре разных царя, которые сменяют друг друга в быстрой последовательности. Иохас, и Ахим, и Аким, и Ихония, и Сидеки. Кроме того, вот в это же самое время, представьте, происходят большие изменения в древнем мире Ближнего Востока. А в качестве доминирующей политической силы Вавилон сменяет Египет. И вот как следствие вот таких изменений войска под командованием, вот знакомого для нас человека, Навуходоносора, они появляются около Иерусалима. То есть именно этим событием, друзья, заканчивается история израильского народа, вот по книге царств, четвертая книга царств. До конца непонятная история, особенно о последних двух царях вот этого народа, иудейского царства. Царь Иохония сдается в плен. Он сдается в плен, и самого царя, и его семью Навуходоносор забирают в Вавилон. Навуходоносор выселяет жителей Иерусалима, и там остаются только бедные люди, над которыми вот тот же Навуходоносор, он ставит еще одного царя, царя Сидеки. А вот Священное Писание напоминает вам, друзья, что на вот тот момент было 10 тысяч переселенных. Это были политические, это были военные руководители, это были искусственные ремесленники, ну и даже царь. И вот в числе переселенных был священник. Священник, вот о нем Писание говорит, что это сын Вузия, и родители дали ему очень символичное имя. Да укрепит Бог, или да сделает тебя Бог сильным. Ему в жизни это очень сильно понадобилось, друзья. Его знаем мы с вами как пророк Иезекииль. Да, каждый из пророков Ветхого Завета имеет свои особенности. И как личность, и как автор, вот люди, которые писали книги Ветхого Завета. Вы знаете, почему? Потому что вот события их жизни, они обязательно отображаются на то, как и что писал человек. То есть события жизни Иезекииля, они отобразились на том, что он писал. Но вот в чем особенность Иезекииля, друзья? Иезекииль был одним из немногих пророков Ветхого Завета, который полностью свое служение совершил в чужой стране. Это один из немногих пророков Ветхого Завета, который полностью свое служение совершил в чужой стране. Ну, друзья, для чего я напоминаю библейский текст именно как историю, чтобы посмотреть как историю? Вы знаете, дело в том, вы никогда не думали, что христиане по определению – это люди, которые интересуются историей. То есть христиане по определению – это люди, которые интересуются историей. Именно в христианской вере уже заложен особый взгляд на историю и на важность истории. То есть наша с вами вера основана на длинной истории, о которой рассказывают книги Ветхого Завета. И кульминации, которой становится наш Спаситель Иисус Христос. Ну, конечно, друзья, мы с вами не станем, не можем стать, может быть, профессиональными историками. Конечно, мы не можем знать всех фактов истории, друзья. Но мы с вами, как христиане, очень хорошо понимаем значение прошлого для настоящего. Значение прошлого для настоящего. Почему, друзья? Потому что мы верим, что у истории есть закономерность и цель. А кроме того, друзья, вот подумайте об этом, мы с вами принадлежим к большой христианской семье. И вот сегодня эта семья распространяется или простирается не только по всему миру, но эта христианская семья, друзья, она распространяется и вглубь истории. То есть то, что было в прошлом, друзья, это тоже наша с вами христианская семья. Это верующие люди, это искупленные люди. Вот если посмотреть сегодня, друзья, на христианство, как на вот субкультуру, вот особенно в последние годы, христианская субкультура уделяет очень мало внимания прошлому. Ну вот, к примеру, если вы читаете христианские книги, а если вы читаете литературу, книги, которые мы с вами читаем, ну или даже песни, которые мы с вами поем, друзья, в основном это последние новинки. То есть это вот что-то новое. Но если это так, друзья, то мы лишаем себя одного из величайших удовольствий христианского пути. Почему, друзья? Потому что мы с вами обладаем огромным количеством братьев и сестер, из чьей жизни мы можем чему-то научиться. Изучая чьи-то истории, друзья, мы можем получить ободрение, мы можем получить вдохновение на поклонение, вот и жизнь, может быть, с большей преданностью нашему Господу. То есть именно с этой целью, друзья, получить ободрение, получить вдохновение, напоминаю историю из прошлого. То есть самое последнее событие четвертой книги Царства, но только глазами пророка Иезекииля. Ну и вот вопрос, друзья, а что Бог открывал людям, которые пережили или еще переживали трагедию изгнания? То есть как Бог говорил с ними? Какие вопросы у них были? Вот немножко, немножко, может быть, какую-то маленькую-маленькую часть сегодня я попробую осветить. Знаете, еще раз повторю, что очень полезным бывает знакомство с автором. А вот для наших рассуждений сегодня отмечу две такие особенности вот Иезекииля как автора, как личность, как человека. Друзья, первое, его отношение вот к царям. Может быть, как-то это сразу вот будет незаметно, но вдруг когда-то будет читать книгу пророка Иезекииля. Посмотрите, друзья, он не упоминает израильских царей по имени. Вот как контраст, друзья, вот Иеремия рядом, пророк, друзья, вот почитайте там десятки, может быть, сотни раз Иеремия упоминает имена царей. И своих современников, и исторических царей, друзья. Иезекииль не упоминает царей по имени. Мы встретим с вами Давида, да, друзья, но даже когда Иезекииль говорит, к примеру, о Давиде, в каждом случае пророк имеет в виду будущего царя, который будет поставлен Господом. Вот единственный монарх, о котором Иезекииль говорит по имени, это Навуходоносор, друзья, это вот этот вот иностранец. А немного больше, знаете, вот люди, которые знают язык оригинала, когда читают пророка Иезекииля, они говорят, что он как-то избегает даже использования слова царь. То есть он избегает вот монархов называть царями. А вы знаете, не имел, может быть, человек проблем с монархией в принципе, да, друзья, но вот, может быть, вот в сердце у этого человека было сомнение, да, а в сердце этого человека, может, была какая-то претензия вот к тем, кто сидел на троне Давида, друзья, и к тому, как они осуществляли свое правление. То есть с точки зрения перспективы Израиля. Вот Иезекииль это хорошо понимал, друзья, если есть тот, кто правит народом, он говорит, а должен быть Господь. То есть Бог должен править нашим народом. А все-таки трон, простите, а трон Давида должны занимать подчиненные Господа. Однако многие-многие потомки Давида исторически действовали вопреки божественной воле. Иезекииль это хорошо знал, что это были люди, которые делали злое в глазах Бога. То есть вот в понимании Иезекииля цари Израилева не заслуживали титула царь. То есть он их не называет вот так. Вот такое отношение у пророка к царям. А еще одно, друзья, вот эта вот трагедия изгнания. Между прочим, вот знаете, вот когда проповедники, может быть, это чему мы, как проповедники мы учимся, может быть, имея какой-то жизненный опыт, это, друзья, что слова имеют вес. Вы знаете, вот посмотрите на пророках Ветхого Завета, да, друзья, вот многие из них, они переживали очень трудные обстоятельства в жизни. То есть то, что говорили, друзья, они очень хорошо понимали. То есть не просто они бросали слова на ветер. Я думаю, вот проповедники учатся, это вот, как приобретая жизненный опыт. То есть не просто бросить слова на ветер, потому что каждое слово, оно имеет какой-то вес, оно имеет какую-то силу, и когда-то оно может прийти к тебе. Вот почему я это говорю, друзья, вы знаете, вот в сердце этого человека жила трагедия. Это в сердце этого человека жила трагедия переселения в Вавилон. Вот эта вот трагедия изгнания. Я сказал, что это был священник. Друзья, и может быть, вот если бы он, когда он был в Иерусалиме, он бы, ну как, готовился вот к служению священника, друзья, он бы вот принял бы это служение в традиционном порядке. Но вот когда вот он был изгнан, да, к нему пришло призвание Бога, в видении, да. То есть Бог привел его в свое присутствие и вот так призвал его на служение. Он жил в своем доме. У него был дом при реке Хаваре. Это первые главы книги пророка Езекииля, друзья. Помните, у него была жена, которая внезапно умерла. Да, и как священник Ветхого Завета он не имел права ее оплакивать, друзья. То есть это тоже была часть его служения. А вы знаете, вот почему я говорю, вот трагедия, вот изгнание живет в сердце этого человека. То есть вот так вот он пишет, друзья. А вы знаете, почему, вот к примеру, когда мы с вами читаем книги царства, отчет лет, как ведется отчет лет. Отчет лет ведется по годам царствования монарха. Друзья, вот у Езекииля свой отчет времени. Знаете, как он считает время? По переселении нашим. Вот как он считает время. В 12-м году нашего переселения. То есть, друзья, трагедия переселения, она живет в его сердце. Но другими словами, Езекииль пытается осмыслить значение переселения для себя. Господи, почему ты нас переселил? И немного больше вопросов его интересует. Знаете, он очень интересует именно вот большой вопрос, именно что переселение означает для царской линии нашего народа? Господи, наш царь в плену. А что же теперь будет с нашим народом? Вот что беспокоит сердце пророка. Друзья, я думаю, еще очень-очень полезно будет отметить обстановку, в которой Езекииль нес свое служение. Людей. Вот о чем говорил народ? О чем говорил народ и на что пытался ответить Езекииль? Вот немножко позже в книге пророка Езекииля есть вот эти вот слова, когда Бог цитирует людей. Вот что говорят люди, друзья. «Иссохли кости наши. Наша надежда погибла. Мы отрезаны от корня». Хорошо? Вот представьте себе аудиторию Езекииля. Люди, которые пришли на служение, может быть, да, друзья. А он часто проповедовал людям, да. И вот это их настрой. Он читает это в их глазах. И, может, они говорят это ему в лицо. «Езекииль, наши кости высохли. Мы в плену, да, друзья. Погибла наша надежда. Мы оторваны от корня». Может быть, это даже вот в сердце у Езекииля было. А теперь вот короткий библейский текст, друзья. 17-я глава книги пророка Езекииля, первые четыре стиха. Ну, опять представьте себе аудиторию, друзья. Вот с таким сердцем люди пришли, да. И вот что Бог говорит через этого человека. «Сын человеческий, предложи загадку». Ну, давайте здесь остановимся, друзья. Хорошо, вот подумайте об этом. Интересно, вот люди, да, вот с таким настроем пришли, и кажутся со стороны Бога, Господи, ну ты поторопись. Вот объясни, расскажи этим людям. Ну и коротко и понятно, чтобы было доступно. Ну только вот прям сразу, чтобы люди поняли. Нет, друзья, а Бог так не делает, а Бог дает загадку. Вы знаете, друзья, вот как мы с вами привыкли вот к чему-то очень короткому. Ну, недавно вот как-то на Ютубе я там просматривал что-то, и вы знаете, потом смотрю, уже появился целый раздел, который называется «Shirts». То есть очень короткие видео, ну, допустим, если кто-то делает рецепт, может быть, в нормальном режиме рецепт бы занял там 25 минут, а этот рецепт сужают до 20 секунд. Замечали такое, да, друзья? Вот представьте себе, вот мы с вами пришли на богослужение, да, Господу, говорим, Господи, у нас времени мало. Мы люди 21 века. Знаешь, сколько у нас дел здесь? Вот у нас вопрос, что происходит, расскажи нам. Очень быстро и очень коротко. Господь, Он тихо и спокойно говорит, я расскажу вам загадку. Я расскажу вам загадку, чтобы вы могли подумать. То есть подумайте, да, вот вы останетесь с вопросами, вы ничего не поймете из этой загадки. Послушайте, друзья, скажи так, говорит Господь, Бог. Большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку, сорвал верхний с молодых побегов его и принес его в землю хананскую. В городе торговцев положил его. А вот теперь, да, братья и сестры, вот вы пришли на богослужение, да, Иезекииль проповедует, вот загадка от Господа, вот что повелел мне сказать Господь. Конечно, друзья, вот я не буду сильно томить вас, и Господь дал милость такую, да, Иезекииль истолковал эту загадку. Давайте мы с вами сразу посмотрим объяснение этой загадки 23 и 24 стихи. Это же главы 17. Так говорит Господь Бог. Возьму с вершины высокого кедра и посажу с верхних побегов его, простите, еще раз прочитаю, возьму я с вершины высокого кедра и посажу, с верхних побегов его оторву нежную отрасль и посажу на высокой величественной горе, на высокой горе Израилевой посажу его, пустит ветви и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернаты будут обитать в тени ветвей его, и узнают все деревья полевые, что я Господь. Высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я Господь и сделаю это. Но, друзья, я вот немножко уже сказал об отношении пророка Иезекииля к царям, однако все-таки вот эта загадка, которую мы с вами прочитали, непонятная, да, друзья, она касается именно царя Иехонии, который на этот момент, он находился в плену в Вавилоне. И вот здесь у нас с вами открывается двойственность чувств человека. То есть, с одной стороны, друзья, он сомневается в царях, но с другой стороны, да, вот Бог открывает ему вот эти вот странные слова, да, друзья, «Орел сорвал». То есть, и он передает вот эти вот слова, «Господи, я начинаю понимать, что происходит, да, орел сорвал верхнюю верхушку, и он понимает, что это о нашем царе». Вот, понимаете, появляется двойственность чувств, и вот эта вот, ну, драма, развивающаяся драма, и человек начинает понимать вот это вот, понимать, что происходит. Ну, вот, друзья, технически говоря, вот ответ, который мы с вами прочитали, я немножко объясню, чтобы мы с вами поняли, в чем смысл и загадки, и ответа. Вот, значит, в сердце у Иезекииля, у самого, да, друзья, вот вопрос о царе. То есть, что будет с нашим царем, почему вот Ихония в плену, и что его ожидает. А все-таки основным персонажем вот этой загадки, друзья, является какой-то орел. Потому что непонятный орел, друзья, знаете почему? Потому что вот, если читать Священное Писание, первое – это орел – символ силы. А помните этот известный библейский текст, «Поднимут крылья, как орлы». А орел, друзья, это символ ужаса, потому что орел бросается на добычу. Но вот наш орел, он очень необычный. Это какой-то благородный орел. Благородный орел – истинная благожелательная фигура. То, что он делает, да, он отщипывает верхушку кедра, верхушку дерева, маленький-маленький висточек, росточек. Он отщипывает это, друзья, уносит эту веточку в Вавилон. Он сажает ее в Вавилоне. Знаете, написано, где сажает? В доме купцов. То есть при очень благоприятных обстоятельствах. То есть вот как бы то ни было, друзья, вот что-то благоприятное, и сам орел очень благоприятный, и что-то благоприятное он делает. То есть что происходит? Прилетает на Ливан, друзья. Вот тоже попробую объяснить. Вы знаете, вот Ливан может иметь определенное значение, когда мы читаем Ветхий Завет. Не обязательно название горного региона. То есть дело в том, что в Иерусалиме, помните, из чего был построен дом царя? Из дерева ливанского. То есть в принципе вот это устоявшееся библейское выражение, кедр ливанский, оно имеет царя. То есть если говорится о Ливане, то есть имеется в виду царя. Друзья, а вот теперь небольшое толкование этой загадки. Навуходоносор. Это тот самый орел, о котором говорит Господь Иезекиилю, открывает Господь Иезекиилю. Он приходит в Иерусалим, в Ливан, в дом царя, и берет верхушку, переселяет его в Вавилон, друзья, и написано, что это переселяет его в город. Но теперь давайте подумаем разумом людей, которые жили в то время, то есть город и деревня. Чем отличался город от деревни? То есть в деревне сажали поля, были поля. А в городе люди жили. И для чего они жили в городе? Потому что в городе было безопасно. То есть мы были закрыты стенами города. И если вы купец, и у вас очень много пшеницы, давайте скажем, друзья, то есть вы вырастите ее за пределами города, а хранить будете в городе. То есть что делает Навуходоносор, друзья? Он помещает вот эту верхушку, которую сорвал этот орел, он помещает ее в очень благоприятное место, чтобы сохранить. Переселяет в Вавилон, чтобы сохранить царя. Хорошо? Ну вот, я думаю, друзья, вот представьте себе, мы с вами аудитория Изекииля. И мы говорим, Господи, ничего не понятно, что происходит. Может, кто-то сможет объяснить нам события настоящего времени? И Господь открывает и говорит, то есть это самые первые проблески, может быть, их немного в книге пророка Изекииля, но это вдох свежего воздуха. То есть мы понимаем, что вот как Бог толкует историю, то со стороны вот Бога эта история толкуется по-особенному. Друзья, вы знаете, вот почему? Потому что Изекииль изображает вот главную движущую силу во всем, что происходит, друзья. Он говорит, это Господь. Это мы с вами прочитали в толковании, да? Я возьму с вершины высокого кедра и посажу. То есть Господь говорит, это сделаю я. И получается, друзья, что вот этот вот царь Навуходоносор, это всего-навсего был агент Господа. То есть это Бог делал через этого царя. А дальше, не знаю, если вы заметили, 22 стих еще раз прочитаем. Так говорит Господь Бог, и возьму я с вершины высокого кедра и посажу. С верхних побегов его оторву. Какую отрасль? Нежную отрасль, друзья. Вы можете представить, это язык Ветхого Завета? Сколько нежности в Ветхом Завете? Что же за язык? Интересный, особенный язык. Но это уже говорит Господь, друзья. Это не то, что добавил или придумал Изекииль. То есть Он добавляет вот эту нежную отрасль. То есть это не просто росток. Это росток, который только-только вырос, друзья. Он очень-очень нежный и очень легко сломать. Ну, конечно, если вы опять читали о остальных пророках, мы с вами знаем, что вот есть это интересное использование растительных образов для Мессии. Давайте напомним пророка Исаию. И произрастет отрасль или росток от корня Исеева. То есть имеется в виду, ну, простите, пенек, засохший пенек, из которого начинает расти росток. Да, или пророка Иеремия. Наступают дни, говорит Господь, восставлю Давиду отрасль, росток праведную. То есть очень часто Бог использует этот символ ростка. То есть растительный символ ростка, вот как Мессии. Но вот в нашем случае, друзья, это нежная отрасль. Это нежный росток. Вы знаете, это вот до сегодняшнего дня, вот мне кажется, для евреев это совсем непонятно. А когда они думают о Мессии, вот именно евреи, да, друзья, вот почему-то так сложилось, что, читая книги Ветхого Завета, они не представляют его нежно. То есть сегодня спросите евреев о Мессии, друзья, ничего нежного вам о Мессии не скажут. Ну, что там говорить, вспомните, пожалуйста, въезд Христа в Иерусалим на молодом осле. То есть люди ничего не поняли. А почему, друзья? Потому что в их представлении, если приедет Мессия, он не на осле к нам приедет. Он должен залететь сюда на военном коне. На военном коне. Сегодня, не знаю, вот насколько это все точно, но вот я слышал о том, что, к примеру, благочестивые евреи, ну, евреи, которые боятся Господа, и вот почитают еврейскую религию, они не посещают купол скалы. Вот именно то место, где сейчас находится мусульманская, исламская святыня. То есть они не посещают, они верят, что это место сквернено. Однако, они говорят, что придет время, да, вот придет Мессия. И когда придет Мессия, да, мы всех врагов выгоним отсюда. И вот тогда мы все придем на эту городу. То есть и сегодня, вот в понимании еврейского народа, Мессия – это очень воинственная фигура. То есть, друзья, посмотрите, вот Ветхий Завет, вот какой фигурой представляется нам Мессия. То есть Бог пытается заложить в разум людей вот ожидание, каким будет Мессия, и каким будет Мессия, и как Мессия будет действовать. В нашем случае, друзья, это очень нежная веточка, это нежный росток. Дальше послушайте размеры этого дерева. На высокой горе Израилевой посажу его, и пустит ветви, это 23 стих, и принесет плод, и сделается величественным кедром. Величественный кедр, да, друзья? И будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернаты будут обитать в тени ветви его. Но опять представьте себе, вот я не знаю, у нас такое заметно, нет, потому что у нас горы, но я думаю, если вот представить себе лес, бывает же такое высокое дерево, которое выше всех. То есть вот эту вот картину показывает Господь Иезекиилю, да, то есть будет лес, будет много деревьев, но одно оно будет очень-очень высокое, будет особенное дерево. Наверное, как вот в Эдемском саду, друзья, где находится дерево, оно расположено на высокой горе Израиля. И что оно из себя представляет, друзья, посмотрите, всякие пернаты будут обитать в тени ветви его. То есть это дерево, которое несет защиту птицам, защиту от солнца. То есть вот в тени этого дерева все птицы, они найдут защиту. И где оно находится, друзья, высокая гора Израилева. И вот здесь мы с вами читаем о сочетании вот династии Давида и горы Сион. Я не знаю, вот опять только то, что вот читал, в Месопотаме, это где находился Вавилон, там очень мало гор. То есть это в основном равнина. И поэтому вот те люди, которые жили в Месопотаме, язычники, они строили зекураты, то есть они строили башни, чтобы быть поближе к Богу, в высокие горы. Но вот еще написание говорит о горе Сион. Итак, гора Израиля, гора Сион. Вот это предсказание Изекииля, оно говорит о том, что династия Давида, вот на данный момент, когда они находились в Вавилоне, переживают депортацию. Но она возродится. А в контексте своего первичального основания ее защитное влияние, вот династии Давида, потомки царя Иихони, которые сейчас в плену, они будут ощущаться по всему миру. Друзья, есть несколько библиотекистских текстов, которые вот тороплюсь напомнить. Это благословение Авраама. Благословение, которое Бог обещал Аврааму, что в семени Твоем благословятся все народы. А теперь оно повторяется, друзья. То есть в тени вот этого дерева многие-многие птицы найдут защиту. Узнают все деревья полевые, что я сухое дерево делаю цветущим. Сухое дерево делаю цветущим. То есть увидят это дерево, процветающую, принесающему пользу миру. Друзья, это не только особенные пути Бога, но вот я думаю, люди, которые слышали это, вот сухое дерево делают цветущим, они понимали, друзья, что это одно из величайших обетований Бога. Обетование в чем, друзья, что Он исполнит Свои обещания. То есть Бог не забудет Своего Слова. То есть на данный момент кажется, что Царь в плену. Да, и ничего хорошего нельзя ожидать. Но вот Господь напоминает, я исполню Своё Слово. Я Своё Слово не забыл. Оно когда-то исполнится. Ну еще вспоминаю библейские тексты, друзья. Друзья, вот Иисус Христос, Евангелие от Иоанна, помните, к Нему пришли, не к Нему, но к апостолам пришли эллины, и написано, что они искали Иисуса Христа. И вот там Господь сказал, что когда я вознесен буду от земли, то всех привлеку к себе. Друзья, вот опять этот интересный образ нашего Господа, вот эта великая Его радость, друзья. То есть когда Он будет вознесен, Он будет величественным кедром, да, я всех привлеку к себе. То есть очень многие народы придут и поклонятся Господу. Итак, за всем, что происходило в мире Езекииля, стоял Бог. И вот здесь я еще немножко отмечу, это волнение пророка. Знаете, когда можно замечать волнение пророков, когда они переходят на поэзию. Я, Господь, высокое дерево понижаю, а низкое дерево повышаю. Высокое дерево понижаю, а низкое дерево повышаю. Мы вспоминаем с вами Анну, о мать Самуила, у которой родился сын. И вот, ожидая будущего для своего сына, она пророчески предвозвещала. Господь умышляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет Он бедного. Из брения возвышает нищего, посаждаясь вельможами. И престол славы дает ему наследие, ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он бледет или сохраняет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Вспомните, пожалуйста, магнификат. Это песнь Марии, когда она увидела Елисавету, и вот празднуя то, что происходит в ее жизни, и в жизни Елисавета, она сказала, величит душа моя Господа, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных. С престолов и вознес смиренных. Друзья, в пророчестве Езекииля, в том, что Господь хотел сказать этим людям, говорится не о самом Иихоне, говорится о потомках, особенно об одном, через которого будет восстановлен престол Израиля. То есть Бог возвысит его до статуса великого царя. Но, между прочим, все это, друзья, оно крутится вокруг обетования, которое получил Давид. Помните эту историю, друзья, вот когда к нему пришел пророк Нафан и сказал, что вот у меня есть обетование от Господа для тебя, вот твой престол, потомки твоей на престоле не прекратятся. Помните, что Давид сказал, друзья, «Кто я, Господи? Кто я, Господи? И что такое Дома, что ты так возвеличил меня?» Ну, друзья, вот это богослужение, на которое пришли изгнанный Вавилон, Иезекииль проповедует, он говорит им, да, друзья, что Господь не забыл древнее слово. У нас есть Господь, у нас есть Его слово, и Бог этого слова не забыл. Бог этого слова не забыл. И получается, что даже изгнание Вавилона, оно имело вот эту положительную характеристику в смысле сохранить ветви Давида, сохранить потомков Давида. Вот точно так же, как изгнанники, как группа, они представляли собой ключ к будущему Израиля. Конечно, это был сам Иехония. А вот за что произошло с царем в Иехонии, в Вавилоне, это самые последние стихи четвертой книги царств. В 37-й год переселения Иехонии, царя Иудейского, в 12-й месяц, в 27-й год месяца, и вил Мердах, царь Вавилонский, в год своего царения, смотрите, что происходит, вывел Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного. То есть он был в заключении, в тюрьме. Приходит другой монарх, правитель Вавилона, он выводит Иехонию, говорил с ним дружелюбно и поставил престол, его высший престол у царей, которые были у него в Вавилоне. Переменил темничные одежды, он всегда имел пищу у него во все дни жизни его. И содержание его, содержание постоянно, выдаваемо было ему от царя, изо дня в день, во все дни жизни его. Друзья, то есть Иехонию другой правитель Вавилона освободил. И как, ну получается, как выяснилось, Иехония не вернулся из Вавилона. То есть, скорее всего, Иехония, он и умер в Вавилоне. Однако, вот мы читаем Священное Писание, помните, вот человека по имени Зарававель, это губернатор иудеи, когда вот царь Кир, это уже персы, он разрешил иудеям возвращаться, у них был губернатор, это был Зарававель, Зарававель, это внук Иехонь. Зарававель, это внук Иехонь. Вот что сделал Набухатоносор, друзья, он сорвал вот эту вот веточку верхнего кедра, нежную, почему нежную, друзья, потому что 18 лет всего было Иехонь, когда он стал царем. Ему было всего 18 лет, он сдался в плен. А Набухатоносор взял вот эту маленькую веточку, он перенес его в Вавилон и посадил его в доме торговцев под защитой. Он был под защитой, прошло время, друзья, прошло, может быть, больше 20 лет. Его вывели из заключения, его снова посадили, ну, не на троне уже, но где-то приближенный к царю, а потом мы с вами читаем историю, друзья, и уже внук его, это губернатор Иудей. А для нас, друзья, может быть, это не самое главное. Самое главное, давайте еще прочитаем один из самых наших любимых библейских текстов. Евангелие от Матфея, первая глава. Это родословие Иисуса Христа. С 11 стиха. Это перечисление царей иудейских. «Иосия родил и Акима, и Аким родил и Ихонию, и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселению же Вавилон и Ихония родил Салафиля, Салафиль родил 2-го в Вавилон». Друзья, вот эта история в предословии Господа, та история, которую я с вами говорил. В понимании Матфея вот у Израиля есть четыре столпа. «Врам, Давид, Ихония и Мессия». То есть Ихония где-то там. Ну, буду заканчивать, друзья. Вы знаете, Зарававель, либо кто-то другой никогда не смог бы выполнить вот этого, исполнить вот этого обещания величественного кедра. Ни Зарававель, ни кто другой, друзья, не смог бы вот стать величественным кедром. То есть речь идет о другом потомке нашего Господа, о другом потомке, о нашем Господе, Спасителе Иисусе Христе. И поэтому, друзья, Господь действительно является властелином истории. Когда Его народ переживает бедствие, в этом есть Его рука. И по своему провидению Он управляет делами человечества так, что Его цели всегда будут достигнуты. Сейчас мы с вами наблюдаем за, может быть, политическим хаосом в нашей стране, за хаосом, который происходит в нашем мире. Нам сегодня еще раз нужно напомнить себе, друзья, что даже посреди этого хаоса Господь все еще на троне. Он точно знает, что Он делает. Ничто никогда не выйдет Его из Его под контроль. Самая последняя идея, друзья, я думаю, нам будет очень полезно. Знаете, я сказал, что немножко непонятная история о двух царях и Ихония в плену, а вот другого царя Сидекию поставил на выходносер в Иерусалиме, оставил в Иерусалиме. Вы знаете, иногда нам кажется, что вот наше с вами благополучие, я, наверное, повторяюсь, уже говорил не один раз об этом, как Божьего народа, оно зависит от каких-то гражданских правительств. То есть, мы правильно свои молимся о правительствах, но как часто столько много надежд мы возлагаем на следующие выборы или на выборы или на избрание какого-то политика. Друзья, знаете, там очень интересная история, история царя Сидеки, который заключил союз с гражданскими властями. Да, это Египет был, друзья, но для него это обернулось смертью ему и смертью народу. То есть, не всегда союз церкви государства, друзья, он приносит благоприятные результаты. То есть, бывает совсем наоборот. Давайте будем помнить об этом, что все-таки как церковь мы должны существовать, как церковь. У нас есть совсем другие оружия, у нас есть совсем другие методы, вот которыми мы живем, благодаря которыми церковь развивается, существует, и благодаря которым Евангелие распространяется. Пусть Бог благословит нас с вами. Я призываю вас к молитве. Аминь. 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 Продолжение следует...